здравствуйте сегодня третье число третий день недели 2013 год символика цифр арифметика быть может не случайно и наверное имеет смысл пришло прислушаться к знакам потому что начало легендарной эпохальной программы да что там программы не даже не программы просто авторской темы культура потребления здравствуйте здравствуйте федор скажите что для вас культура потребления культура потребления это то же самое что в эзотерике правила золотой середины то есть каждое качество каждый страх например страх разберем страх можно представить виде отрезка у которой сначала и конец начала это отсутствие страха то есть ноль а другая часть другой конец отрезка это бесконечный страх то есть надо понимать что любая крайность а плоха и надо находить себя где-то посередине если человек понимает что он панически чего-то боится он должен знать как у него задача стоит перетащить свой страх посередине а посередине есть и страх и есть отсутствие страха то есть золотая середина Но какие-то основы буддизма похожи на это. Это мировые истины, и неважно, какие конфессии их преподают. Давайте просто проясним, что такое культура потребления, зачем это, для чего и почему мы находимся здесь. На самом деле, назвать программой, каким-то репортажем будет скучно. Это некий информационно-интерактивный бренд. И суть составления его является... Нет никакой сути и нет никакого составления. Все спонтанно, все происходит. Но в результате, неоднократно мы говорили с Федором, это изменение менталитета. У нас есть вектор. Мы не можем просто так вот сидеть, нас послушать, и у кого-то изменился менталитет. Хотя... Меняются. Меняются. Да, вот, слышно теперь. Меняются. Но, чтобы это изменение было быстрее, а чуть левее и явнее, мы это можем увидеть на обратной связи, которую сегодня предоставляем всем тем, кто нас смотрит. Мы надеемся, вас миллионы. Чтобы не переключаться, не хочу говорить набившую оскомину фразу. Будет интересно. Это как минимум. Почему будет интересно? Очень просто. Сценария нет, подготовки никакой нет, изменения менталитета есть. Культура потребления априори присутствует. Но есть хрестоматийные примеры культуры потребления. Совсем сошла она недавно история с налоговой. Ведь это тоже культура потребления, когда мы говорили о концертных билетах, о каких-то этих. Мы сейчас сразу хочу сказать, мы на самом деле не умничаем. И на самом деле нет никакого желания читать правое учение и пытаться кого-то рассмешить. Просто все происходит, а в результате происхождения что-то произойдет. Ну мы о чем продолжим? Про отрезок. То есть я, если кто-то меня неправильно понял, то есть не обязательно страх. Это может быть алкогольный напиток тоже золотая середина должна быть, правильно? Даже любой продукт, любая еда тоже должна быть золотая середина. Вот. Но чтобы была эта золотая середина, то есть та самая культура и необходимо. Что происходит сейчас? Происходит следующее. Мы потребляем что-либо, да, то есть мы говорим алкогольный напиток. Мы потребляем что-то еще. Я имею в виду информацию, я имею в виду воздух. Ну и прочее. И прочее многое другое. Просто потреблять то, что делают большинство, не в упрек ни в коем разе, наверное, уже стало скучно. И есть возможность преобразовать и получить из этого позитив. Другими словами, перевожу на обывательский язык. Человек, который посмотрел программу культуры потребления, неожиданно появляется в своей компании и производит фурор. Все такие, вау, почему, что произошло? Да пару выпусков посмотрел, отвечает он. Да что же там такое? А там вот изменение менталитета. И мы эту культуру потребления пытаемся проявить. Зачем нам это надо? Скажем честно, мы хотим, чтобы у нас было ТЭФИ, как минимум. Мы хотим, чтобы наш проект развивался не только прямо сейчас, каждую среду, но и был на федеральных каналах. Ну и, конечно, хотим приехать в ваш город. Все это произойдет после того, когда это будет интересно, продуктивно и конструктивно. И это происходит прямо сейчас. Вдвоем он тяжеловато, да? Да, да. Прекрасно сказал. Я возьму вообще просто микрофон. Могу добавить, как бы, на свою тему. Да. Дело в том, что в деле изменения менталитета я сталкивался с такой ситуацией необычной. Мне кажется, никто из вас не сталкивался с этим. Я много раз спорил с разными друзьями, которые выступали как оппоненты, насчет того, что... Я выключил, выключил. Вот это, пошел. Менталитет нельзя изменить. Я говорю, как же нельзя. А вот смотрите, например, я помню времена, когда сержант милиции, имея корочки по закону положенные, да, ездил на тонированные в задницу десятки пьяным за рулем, потому что у него были корочки. Я могу сказать авторитетно, что сейчас такого нет. Не то, что сержант полиции может себе такое позволить, ездить на тонированной машине и пьяным за рулем. Потом полковник полиции растонировал, полковники полиции растонировали свои машины, как и все граждане. То есть равенство, это изменение менталитета, это рост демократии. Но так как мы все свидетели этого, память, то есть процесс медленный, и мы его не замечаем, он в памяти не откладывается. Американцы приезжают, нифига себе, вот это, да, у вас уже демократия здесь. А почему он не откладывается? Потому что нет некого сообщества. Это индивидуальные случаи, которые просто теряются во всей этой истории многолитой, однообразной и серой. Если бы было, помнишь, мы говорили по поводу того, что, ну, там, белье, например, было бы написано. Да, телефончик. А что, например, если культура потребления, это не просто программа, чего уж там. Это некий бренд, который создается, этот бренд может быть объединением этого сообщества. Например, да, то есть то, что это произошло, это культура потребления. Да, давайте будем культурными, там, растонируемся. То, что у тебя там с артистами, там, у меня тоже, допустим, некие моменты. То же самое. Почему бы и нет? Да, конечно, конечно. Я просто хотел продолжить свою мысль, что дело не в том, что это происходит, а дело в том, что это происходит, а наши граждане, вот жители этого города, они этого не замечают. Потому что просто плавно прошло. Им надо, нужна какая-то рекламная кампания. В чем изменился менталитет за последние 10 лет? Мы такого нароем здесь. И надо это людям показывать, говорить, потому что никто об этом не знает. Кто это будет показывать, да? Там, пришел там Федор Олег, Дима Павлов, там, да, что-то показали там. А чтобы это было, вот, ну, опять-таки, да, вот, неким новым словом, вот, я повторяюсь, да, может быть, действительно, вот, действительно, да, то есть, там, я не знаю, как это назвать, там, сообщество, там, организация какая-то, то есть, там, культура потребления. Может, такое же быть, например. И это как бы, то есть, объединять вот все то, о чем мы с тобой говорим. Конечно, конечно, это все совместимо. Не работает микрофон у нас, прямой эфир вот такой получается. Да. Можно в другом не делать. Ну, главный у Федора-то работает, главный у Федора. Да, да, вот, и поэтому продолжу тему культуры потребления. Есть официальные источники, которые говорят о том, что наше население переедает. Переедает на 70%, но это на 2008 год. Сейчас ситуация вряд ли изменилась как-то кардинально, переедает. А это есть культура потребления. Почему? Потому что лишнее потребление продуктов – это истощение земли напрасно, не на пользу здоровья, а во вред. И ради болезни, ради аптек, ради короткой жизни. То есть, бред. Здесь надо навести порядок. С помощью чего можно навести порядок? С помощью культуры. А что если, да, вот мы обратимся, да, допустим, в Министерство культуры и говорим, да, вот то, что ты сейчас сказал. Это же может быть действительно какая-то там, я не знаю, там, наружная реклама. Почему это подробно проговариваем? Потому что вернемся чуть-чуть к коммерческой подоплеке. Это тоже интересно, вот тоже связано со всем этим. Все. Да, то есть, и они как бы, может быть, как-то вовлекутся, я там, надеюсь, может быть, как-то примут участие. Мы не скоро получим союзники чиновников, поэтому вот наша святая задача уже что-то продвигать без согласования с Думой. Я предлагаю вам продвигать именно вот этот проект, именно этот бренд «Культура потребления». Именно само название это оставить, да, то есть как таковым. Оригинальное, универсальное. И сделать из него, то есть не просто вот телевизионную программу, не просто вот, да, то есть гастроли, там, нас с тобой в какой-то город и там сидеть, общаться, допустим, где-то там в филармонии. Нет. А именно чтобы это, ну, обрастало большими формами. То есть действительно, я не знаю, то есть у меня юридически слабоват язык, но возможно ли это? Конечно, все возможно, все в наших руках. Прежде чем продолжим, друзья, вести дискуссию вдвоем нелегко. Те многочисленные наши соведущие, которые проявили себя в прошлом эфире, так же легко и внезапно исчезли. Во время небольшой паузы, быть может, вернуться они. Сразу после нее будет что? То, что сейчас говорить пока просто опасно. Будьте с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok на а сергеев у нас появился вопрос выливайтесь в эфир что вы как-то там почему раньше начали показалось что испытали вдохновение оказалось это иллюзией вдохновение ушло программа пошла вдохновение возвращается у нас студия готова ура почему в наш самаре бабушку не поднимает пенсию по 6 7000 почему так это маленькая пенсия но вопрос понятен почему маленькой пенсии но они же еще как бы платит задачу за свет дома за газ если на даче есть и плюс счет дом у себя начну начинают платить еще раз там тысячи две на тысячи две нет живут совсем мало вы знаете могу сказать такое свое мнение что наше государство очень четко разделила количество пенсии в привязке к месту жительства то есть если например ваша бабушка живет в районе икеи или за икеи вот прям шаг вступил и там живет у не быть маленькой пенсии а если бы она жила шаг сюда у нее было бы немножко больше пенсия и так далее там столько градусов так все сложно ну некая социальная справедливость там соблюдается вот я почувствовал ее поэтому если у вас бабушка живет деревню не такая маленькая пенсия но там теоретически должно хватить теоретически но если обманывают не дают деньги обманывают причисляет в этом месте например восемь тысяч а потом в следующем месяце шесть тысяч ну нет это тоже исключение скорее я могу сказать своей бабушке все время жалуют мы все жалуемся на сотовых операторов поэтому что они нас обкрадывают но если мы пойдем туда возьмем распечатки мы поймем что мы сами не правы сами куда-то нажали на эту кнопку поэтому выжить на 7000 в деревне точно можно возможно даже в городе следующие вопросы социальные друзья мои может быть политические даже может быть где-то вообще непредсказуемые мы знаем сразу после небольшой рекламы прервемся и продолжим через пять минут реклама короткая возьмите микрофон он может он может быть включен да я вот не чувствую себя так немножко пилотом чуть-чуть вот так вот на самолете за штурвалом сергей к нам присоединился здрасте привет может включить его позитив наш конек программу радостные улыбчивые лица студии мне кажется вы ответили на все вопросы мы ответили на все обчерпывающие да да и может новые мысли какие-то свежие какие-то идеи выходные прошли у меня приятно был удивлен модный красивый диджей который рядом со мной мы возвращаемся да то есть постепенно предугадываем что будет потом так не было раньше не знаком его а если вот что-нибудь наше и когда я сказал что нибудь нашему посмотрел на меня поставил deep house улыбался был счастлив да и меток было это комфортно вот что я не держался пригласил его сегодня в эфир то что то с него тебе попсня какая-то да но даже люди приобщаются к некой культуре да то есть они как к этому идут культуры музыки например красивой качественной это происходит и пускай это происходит чаще вместе с нами я все а у меня на выходных то как обычно работала вот во вторник с понедельника вторых можно ездить за волоком палаткой первый раз работа на наших выходных понедельничных вы шикарно отдохнули природа птички и все остальное единственно стараюсь мы взяли с собой еду всякую разную еду туда-сюда и взяли мясо приехать там заменовать приезжаем туда разложились ну все давай мариновать мясо хлопа вопрос дома на полу осталось лежать интересный вход должен был съесть его но не добрался в нескольких пакетах был пропал я вот за свежее мясо кстати из и против маринования кстати не мне порно убили животных пять утра повисела холодной камере там в сарае пять часов довезли до города и продали по записи там заранее правильной договоренности вот это мясо не надо мариновать она свежие его не на солите соль я считаю тоже лишняя соль вредна никто не пробовал вкус мяса без соли никто не знает такого вкуса а вот попробовать хоть раз вот я только так стараюсь да я пробовал великолепно как зеленый чай свежий заваренный тонкий тонкий вкус но свой а из там майонеза или кетчуп кинешь то все же это же будет это же пенопласт с майонезом там искать они ну вот если мы говорим то есть вот чисто свежие сразу пробовал именно не свежие не пробовал а где ты попробуешь это эскимос якутия не доехал как выходные прошли снова выходные а у меня нет разницы разница только в том что по городу можно проехать все ну на набережной было тусом я познакомился наши набережные очень такая добрая аккуратная за не ухаживают там есть директор замдиректора они все радеют они боятся что кто-то в блоге где-то напишет что зря и отдыхающим что-то помешало вот так вот вот так демократия вот список демократические достижения вообще я говорю директору набережная можно вот камаз пройдет такое-то время такого-то дня вот здесь вот он будет нет его почему а потому что будет скопление людей они блогах напишут и мне придется отвечать за это через два часа позже договорились да 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 а вот велосипедные дорожки в том году которые сделали покрасили зеленой краской на машину велоспортом занимался то есть разбирается и по им невозможно ездить потому что очень скользко даже пешком только невозможно ходить вот так сделали дорожки они скользкие надо писать блог да не протерлись уже слушай новый к слушаю раз другой стороны получается то есть мнение формируется вода благодаря этим блогом да то что напишут они так переживают то есть то есть супер демократию такая современная также можно можно манипулировать это вот пятая сила это журналисты напомнить закон по защите интеллектуальной собственности в интернете все то есть этого дня это не относится к музыке только к кинофильмам различным фильмам роликам если то есть провайдер несет ответ сайт несет ответственность за выложенную информацию фильм вконтакте мы больше смотреть не будем кстати причем так интересно я посмотрел как это все будет выглядеть какой-то суд москвы взял на себя обязательства то есть это регулирует то есть если поступает жалоба суд суд течение там трех дней рассматривает дает жалобу на сайт сайт там течение двух дней не отвечает просто блокирует страницу охота на весь это как пишет обычно же решается дела как-то на месяц это буквально течение недели будет все решено ну видимо думы есть время заниматься такими делами а дума вообще при чем не причем нет а дума зависит принятие закона и вот они всегда долгие а сейчас видим быстро работают перед отпуском решили на все потолкнуть откуда так быстро и откуда изменить меняется менталитет то есть это реально мы начинаем развиваться мы сейчас развиваемся европейский путь длиной в 200 лет мы сейчас преодолеваем там за не знаю за сто лет поэтому у нас все быстрее гораздо менталитет нас меняется быстро мы это не замечаем поэтому я хочу где-то опубликовать список неспоримых фактов изменениями летать менталитет за последние 10 лет и мы все прочитаем и обалдеем просто мы избавиться я его хочу сочинить там думаю будет не меньше 20 пунктов но люди прочитают то что им было неизвестно хотя все были свидетелями этого то есть наш менталитет изменился колоссально за последние 10 лет англичане 200 лет на это положили а мы вот за 10 лет а я вот перед этим рассказывал то есть милицейские корочки уже не позволяет есть за рулем пьяным и в тонированной машине ладно серьезно это вот старый менталитет а я уже столкнулся с новым нифига себе полковники расстанировались не демократия развивается вполне естественно и вот уже произошло то что мы уже равны и на дороге и даже с гаишниками мы граждане а сейчас 3 4 камеры потому что камеры их заменяют это тоже развитие как бы у меня иногда бывает отсутствие мыслей просто напрочь и навзничать просто ничего не происходит и я думал что может быть как-то боятся по этому поводу переживать то что ну я допустим отстранен или бы наоборот то есть вовлечен беседу теперь понимаю что то есть изменение менталитета но вот может быть и происходит в те самые моменты когда все те может быть какие-то новые переживания мысли там эмоции то есть что угодно там инсайты какие-то накапливается в определенный момент потом хлопаются бат и наступает тишина и человек рождается с новым менталитетом я вот как бы хлопнуть хлопнулся а вот переродиться пока не успел и думаю может быть после рекламы я буду снова менталитетом и видно ли это внешне и могу ли это выговаривать проговаривать и произносить я пока что не знаю что говорить надо обязательно давайте будет тогда жду возвращения за майка мне кажется по любому есть какая-то интересная история с этой майки да да была такая история то что однажды мне предложили хороший контракт поехать в гагры и быть арт-директором нет нет город герой гагры то есть в абхазии и быть арт-директором новом алекс бич отеле который европейского уровня контракт был на год очень хорошие деньги я ездил на переговоры в москву и почти согласился и то есть мне нужно было уехать и самара то было где-то два или три года тому назад они три водички попить вот я уже как бы думаю уже все уже собирал вещи то есть как бы хотел уезжать и вдруг какой-то момент то есть я услышал фразу которую вам не остановила вот может быть это вот был тот самый inside будем там зимой даже собаки не гавкают то есть понимаешь то есть это может быть летом когда сезон хорошо зимой то есть там не радостно совсем не радостно не радостно я каким-то вот внутренним чутим это понял и предложил то есть вместо себя другую кандидатуру вот эта кандидатура совсем недавно была у нас в эфире саша sky так называемый который был и быстро ушел после 1 15 минутки и он поехал вместо меня туда и это было правда собаки не в гавкают то есть но он выдержал это испытание приехал но благодаря тому что он там приобрел только какую-то сумму уехал на талант купил мне майку этого большинства который говорит ты похож как бы на этого чувака и подарил ее мне вот такая маленькая короткая история я вообще люблю истории которые связаны с чем-либо да то есть это некий художественный образ который помогает нам развивать культуру саморазвития общаться больше да когда мы приукрашиваем да вот любой момент то это интересно не только на мой рек реклама рекламодателям в том числе потому что да то есть вот мы там ну грубо говоря то есть нечего пока рекламировать хотя современное искусство какое может быть все это реально и возможно по воду истории завоев обратили внимание что нет анекдоты совсем новых есть такие короткие шуточки а вот именно анекдотов с истории там пришла бабушка мне кажется я вот не понял феномен сама трактенберга когда потому что все анекдоты знал то есть какой-то алгоритм у них у всех доводь их анекдотов тупик кстати хочу сказать про абхазию и гагар и при царе были времена но лет двести назад когда я территория считалась непригодной для жилья вообще там 7 природных полюсов присутствует на маленькой территории размером самару и перепады оттого где ты живешь на каком уровне сильно влияет на твой тип твоего строения то есть там сложно жить так вот при царе это когда земли раздавали вот это никому не надо было и только какому-то принцу эльском если не ошибаюсь с нашего двора может меня поправит досталась от земля как наказание то есть на вот тебе бери вот за дворки российской империи и он раскрутил эту землю превратил ее в царский курорт вот такая история хотя там жить очень тяжело очень тяжело вы знаете о чем хотел бы спросить был ли кто-нибудь из вас давно в неловкой ситуации да когда чувствовал себя не совсем удобно как не свои тарелки то есть был зажат ты сейчас свои тарелки ты чувствуешь себя удобно тебе хорошо нормально ну были у тебя такие моменты когда вот раз и было как-то неудобно то есть не знаешь как себя повести и то есть некий какой-то зажим там или еще что-то это может быть с камеры связано до приходит к нам люди может быть совершенно другая ситуация но это было на украине это было на украине отлично пошел движняк друзья это было на украине здоровенькие были хлопцы здоровенькие было девчины рода хинкет бачите вас дима горви киев зараз послую барну музыку и что было 11 лет было вот ему мне он поехал у меня там друзья были и меня повели на индийский пляж мне было стрёмно я ушла оттуда слушай такая вообще вообще конфетку в 11 лет нудийский пляж стресс пипец вообще нет я у я тоже видел нудийский пляж но для меня это не было стрессом наоборот как бы это был стресс или ты порадовалась стресс стресс послушай но ты же теперь вот как бы голых людей теперь как-то ну не стала меньше любить если вдруг видишь кого-то все нормально сейчас все хорошо у вас сергей давно ли была неловкая ситуация когда вам было право неловку то есть там я не знаю не могу вспомнить не можете так у меня может быть вы просто черствели как-то не замечаете что в этих ситуациях находитесь возможно дарить такой эффект с возрастом да и приходит пожалуй то есть мне кажется вы солидарно сергеем у вас вот такая ситуация у вас не было тоже не вспомню но у меня есть девиз что я настолько взвешиваю каждое свое действие что готов отвечать расписаться за каждое свое слово закажет свой поступок то есть мне не за что жалеть соответственно и нет неловких ситуаций вот последнее время вы как прям я не знаю то есть этот тотальный контроль такой над мыслями на землю а познакомить я круто федор козерог да неудивительно а какая характеристика я хотел сказать что у любого из нас несмотря на все вот эти клишет и некие такие негативные стереотипы все этой фигня и бред есть предрасположенность взять к зодиакам да то есть я почему спросил да позерок действительно это один из таких знаков которые то есть анализируют там и в то же время мистичен иисус хрисус как на всякий случай федору так иисус христос и сверху да вот вот когда родилась по день рождения 29 декабря то есть у нас это стрелец тоже кто же козерог вот понятно поэтому то в пенсии там две-три тысячи тоже анализ такой а ты я овен в один день с будой 8 апреля я знал уж не удержался дам док что буду на самом деле то есть вот если мы там говорим там да вот у нас есть какие-то поверхностные знания но по большому счету это же все происходит это все есть и просто наблюдая присутствует этом как бы знаю эту некую культуру минимально не обязательно вот мы недавно говорили вот в твоей жизни встречался хироман нет так сериал помню такой смотрел еще в школе хироман то так больше не только что такая же ситуация а у тебя был кто-то там по руке там гадал там только не цыганки там там это мудай колечко цыганки всем походу гадали нет что прямо настоящий такой вот мышь на украине но я была в осознанном возрасте ты помнишь вот то что не надо говорить что но это сброси но мне сказать меня будет второй ребенок два ребенка будет это потому что сейчас произойдет ну не прям сейчас конечно но ближайшее время слушают какие-то значимые факты бывают моменты когда то есть человек профессионал может узнать вот то что ну вообще там нюансы какие-то было бы интересно спадах и роман ты очень бы хотелось вас видеть следующей программе старый загор 27 город самара каждую среду но я могу сказать против этого хотя идея классно если кто-нибудь откликнется я буду в восторге но нельзя человек узнать свое будущее нельзя чем все хотят но нельзя это библии написано ну то есть типа запрещено может только догадываться почему что человек начнет совершенно зная свое будущее например день смерти он начнет вести себя неадекватно неправильно скорее в 99 процент случаях он будет вести себя неадекватно неправильно соответственно нельзя знать чтобы он не напортился вообще судьбу кардинально мне кажется не стоит вообще даже это ухотеть не то что знаю ну да его мне да страшно открывать все равно а я считаю нет такие вещи потому что смерть неизбежно и душа бессмертно и она переходит в рай если переходит в рай потому что от на земле вот здесь вот мы в аду с вами живем и отвечать за свои слова а там рай и там настолько хорошо что вот то что вспоминать еще был на этой планете это вот прям как ссылка какая-то говорить там было да да был бывал пробовал каким образом ну клинической смерти и притом те кто выносил из клинической смерти вот по телевизор показывали какие свои выводы какой-то туннель там это все какая-то абстракция мультики какие-то на самом деле я там побывал четко знаю что там есть чего нет какой в каком состоянии душа находится что она слышит она видит он то есть максимально информацию оттуда вынес а ним туннель туннель ну и туннель это дорога а там тут прекрасно здесь при жизни как не накосячить чтобы вот именно так хорошо все было и вы все там без разницы что грешник что святой конец 1 грешник грешнику розни я могу сказать что большинство конечно уходит на небеса то есть в рай а стопроцентные грешники это самоубийцы у них душа остаются на этой планете начинает виде привидений или барабашек где-то дебоширить конфликтовать с людьми и вот это вот мучение от того что вот это не ушедшие туда душа в виде приведения не может с новыми хозяевами там замка или квартиры или до загородного дома как-то войти в контакт потому что ну нет невозможен контакт приведение пугают людей люди от этого негативит а приведение понимает что пипец вот этот мука то есть он хочет вступить контакт а люди боятся и и контакта не получается вот это есть от а есть выход есть но очень сложно очень сложно потому что грех который привел к такому он настолько большой что очень сложно заслужить себе прощения но есть технологии там по телевизор даже показывает то есть но есть специальные люди там как бы экстрасенс или кто там не знаю то есть они знают как бы технологию можно в общем можно барабашку вот это вот так называемое любодеяние если может оговорить изменил один раз два раза три раза это что тоже ведь прям слишком глубоко ушли да не я отвечу с эзотерической точки зрения эзотерика это глобальные законы законы всевышнего поэтому вы хотите верить хотите нет это реальным законы вселенной ответ на этот вопрос с точки зрения эзотерики грехом является то что-то все в голове сам придумал то есть если ты расстраиваешься от прибыли прелюбодеяния начинаешь нервничать не спать бежишь и в храм там замаливать грехи все наказание тебя ты сам себе грех составе да а если ты спокойно переносишь силу там природы силу там накопленных знаний как у меня например да и не расстраиваешься очень не капельки взятки гладки ну это такая кромола со мной сейчас миллионы людей готова оспорить но таким был свист христос таким является главный православный профессор профессор православия осипов я слушал кстати который православный канал устаточной он эзотерик он так и знает эзотерику что вернее узнает православие а я знаю эзотерику просмотрю все совпадает один в один вообще я понял как теория говорит что эзотерика это сложная наука есть понятные варианты видели религий любой любой религии это понятный вариант эзотерики условно это наука о том числе человеческих отношениях нет никакого четкого термина у эзотерики четкий термин есть которые я придумал когда вот и сквозь беди эзотерику такая книжка я не прочитать никогда но я принцип понял самое главное и поэтому как бы не пришлось всю эту книжку читать если говорить а как обозвать эзотерику виде совета для жизни на этой планете да я придумал как одним словом такую книжку можно обозвать но она дорогого стоит не расстраивайся не расстраивайся никогда то есть если человек будет знаешь что главную девиз жизнь никогда не расстраивается то он до 1000 лет легко проживет этому можно научиться не расстраиваться да у нас получилось научимся все учится да там я не знаю там деньги там терялись там и раз там типа там или еще что какие-то мелочи да это точно вообще не стоит раз нет я помещаю мелочи если будет мелочь со временем всегда чего-то учишь не расстраивает вот расстраиваешься на расстраиваюсь старайся расстраиваешь ну что наверно пути короче понимаешь вообще переживаешь вот я продолжу нашу тему от эрике чтобы сразу ответить на каких-то на какие-то каверзные вопросы там оппонентов возможно да наши православные религии или точнее библии есть главный заповедь как вот мне некоторые люди сказали и я согласился что главное потому что почему есть 7 заповедей из 10 есть 3000 заповеди и вот эти 10 они в тех трех тысяч это как бы другие народы придумали вот и а какая самая главная заповедь самая главная заповедь это про любовь как она звучит да и все а все остальное следует из этого а это то же самое что не расстраивайся ты возлюбишь кого-то ты расстраиваться не будешь правильно и получается вот здесь библии пересекать с эзотерикой прям один в один любить надо люби остальное все приложится а ты расстраиваешься нет нет но даю а раньше расстраивался как-то не очень сильно то есть как бы радовался иногда бывают такие моменты которых логично и вообще то есть надо как бы расстраиваться но виде обратную сторону этого тут же в этом же моменте ты понимаешь что это радость и это называется улыбка будды то есть когда да то есть то что это значит да о чем он там потому что видя двойственность то есть это же такой кайф это там что в чем-то расстроился с другой стороны хорошо да да то есть я не делал все клуба я вот на эту тему что же совет дать как я учился не расстраиваться потому что когда лет 20 своей жизни расстраивался ну как все собственно как большинство людей и мне так это надоело потому что я начал анализировать мозг то есть я подумал сейчас я расстраиваюсь очень сильно заморочился но а если подумать а что будет завтра и я прям сам сам же себе отдает ответ завтра все будет хорошо возникает вопрос зачем расстраиваться зачем негативить зачем подрывать здоровье например да вот такая ситуация там разбил машину да слава богу все жил что раздравить скульптурно машина если какой-то близкий человек с которым ты пол жизни прожил от тебя ушел понятно что не забудешь его там это эти расстройства будут там год два три четыре почему ходили сухой ну почему как а потому что там хорошо и мы хорошо раздельно ты каждый день там и вязался послушайте у всех пора с этим человеком произошло можно только другу пожелать понимаешь смерти он неизбежно и там лучший момент вообще существования я понимаю это вот и большинство и большинство человек даже не по эзотерике большинство населения планеты провожают в последний путь также как женит согласен с этим согласен в индии барабаны бьют радость пришла радость этому человеку который ушел в иной свет если не самоубийца конечно пускай с ним ладно ну как людям с этим быть как переборожить не расстраиваться я понимаю что за мелочи можно и не расстроиться да вот если этому кредо следует не расстраиваться можно потерял зажигал куда-то найду новую а как вот с такими трудными ситуациями жизни это объясняю как как твой может быть близкий человек ушел лучший мир и ты рано или поздно как строить после тут он-то ушел от это остался тебе-то без него тяжело надо любить его так же как себя это это позитивно как не расстраиваться ну правильно не надо расстраиваться нет но если логично цепочка что человек там сам привел к такой ситуации к на кого винить ты себя только вините в общем не расстраиваться не раздражается сам к этому привел на кого расстраиваться на себя расстраивать это понятно это сложно согласитесь ты же иногда расстраиваешься да сложно работать над собой ну вот например судя там пока смотришь на пенсионеров как они принципе вообще не из-за чего не расстраиваются да там братцы это кто мужчина это только мужчина могут а бабки расстраиваются наоборот стать и причитают другой стороны в себе то они мне кажется понимаем мужчина и мало живут вот поэтому трудно сравнить опять всеми мужчина женщина то прав я просто думаю просто сказать вот так вот не расстраивается да то есть но есть какой-то алгоритм какой-то да то есть есть не за какое-то направление вот правильно он сказал мне кажется почти каждый с этим столкнулся когда долгое время взаимоотношения то кошечки привыкаешь от человек да он просто да то есть как бы произошло допустим непонимание косячит он да то есть там какой-то негатив проявляет и какой-то там конфликт вот и человек вот это эмоциональное вовлечение она сохраняется какое-то долгое время и преобразовать его очень трудно и вот здесь вот на помощь что-то должно прийти а что может пойти конечно можно сказать надо отпустить это да ну как это отпустить не там не загоняться не привязывается на шпансер магазинчик он а торговый центр аквариум в 3 этаж твой пример представляю 5 видят резко то есть начало нулевое отношение к этому человеку и другая часть к отрезка максимальная то есть без к до бесконечности привязанность к этому человеку эзотерик говорит о том что нужно быть на золотой середине немножко этого немножко этого не бесконечно найдешь по по математике не найдешься любое явление любые мысли можно видеть отрезки должен начать младенец на первом коне а если пулеметы здесь должен быть вот здесь ну давай тоже не ямодер картошки так эзотерику на пальцах друзья моих здесь 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 понимаешь то же самое и если ты страдаешь от потери близкого там существа ну может не знаю там собака рано или поздно умирает или она привязывать человек привязывать хозяина ты пойми что ты в чем-то возможно не прав что ты должен посередине а ты чересчур любишь что-то до бесконечности твой косяк то есть всегда посередине до всегда а расстраиваться то есть надо точно не расстраиваться или россии диняна к открощение секрет расстройства в эзотерике написан так расстраиваться можно но не более чем рыбак у которого сорвалась рыбка с крючка очень сильный момент расстраиваться только недолго одна секунда на все делать и пока червяца оделся уже все уже войны на поплавовый как тем же знаешь как говорит наш друг говорю бахакаван шире раджаниш он же оше он говорит океан внутри спокоен рябь на воде путь присутствует грубо говоря заходит например просто из этой же серии да то есть по поводу то есть там переживание там внешних там и внутренних там эмоций всего остального например учитель в класс например заходит то есть ему приходится проявлять какую-то эмоцию то есть негатива да там эх вы там там туда-сюда пиздюки неплохо вам там ругается да внутри он спокойно любит их вот здесь тоже самое то есть наоборот да то есть может быть вот это вот любовь внутренняя да то есть она не не пустит вот эти волны нас переживание так глубоко да ты можешь переживать на поверхности можешь побухать даже да может там я не знаю то есть там какие-то шальные поступки поделать но ты их видишь и осознаешь в этом наверное есть эзотерия но подожди подожди значит видишь осознаешь я знаю людей каких с удивлением узнал который наступает в жизни на дни и те же грабли много раз с девизом или с мыслями в голове что и в этот раз прорвемся мы не боимся трудности трудности на закаляют и когда это на протяжении там скажем десяти лет несколько раз в году происходит я просто смотрю на такой человек и думаю это что такое это женщина вот у мужиков не дай ну например для женщины свойственно ну во первых все носят сумочки все девушки да и найти ключи от квартиры там сложно и женщина 365 горле дней в году поднимается на свой этаж там и начинает рыться в сумочке роется ну минуту примерно 60 секунд а я так подумал и так каждый год они взяли придумать какое-то устройство на как мужик придумал чехольчик или в карманчик там можно что-то придумать нет женщины не могут придумать потому что они вот такие и у них душа менее развита с точки зрения эзотерики смысле душа менее развита прислали папе для женщин прислали попроще душа чем для мужчин у них программа жизни упрощенная так light какой-то там не знаю мужик начинает кстати для мужика постоянная тема моя изобретательность основан на моей лени ну то есть мужику лень 35 дней в году рыться в сумке и он ищет выход из положения а женщина не его и не ищет она всю жизнь будет делать одно и то же они те же ошибки во всем прийти пример в крупном даже ну и хорошо цитируйте это классика были мне помню какого горького не горького там изба там деревня зажиточное хозяйство при царе какой-то классик написал и мужик который живет с этой бабой 50 лет душу в душу типа бегать с ней по квартире гость заходит а там мужик дед бегать за бабы со словами я тебе 50 лет говорю не ставь швабру при входе в хату то есть 365 дней в году ошибок у этой бабы этот свойственно для всех подачи нам ставить всем по кайфу иначе жизнь не интересна иначе жизни интереса глаз стоит посередине чуть толкнул женщина и направо или налево они вот рвутся в бой как первый раз то есть 365 дней в году готовы делать одну и ту же ошибку и это нормально даже что они считают ошибкой а мы же может считает и вот здесь не соответствует золотая середина сдвинута нет здесь надо понимать что по эзотерике у души есть несколько уровней развития ну грубо грубо прям говорю в растении травка дерево там кустик до животным притом черепашка родилась и и через минуту после рождения птица склевала и она до моря не добежал то есть у животных вот так то есть тысячи воплощения в виде растений тысячи воплощения в виде животных а потом наступает женщина душа следующий этап развития души женщина потом мужчина там есть под градации но тем не менее что такое женская душа не дар грубо говорю прям обидно говорю недоразвитая мужская то есть она на класс младше всегда как на это обижаться то это сказал эзотерика это говорит народ это говорит народ по это же согласен согласен поэтому априори да а почему это ты говоришь понятно что вы согласны можно спросим давай спросим давай спросим ну да да или нет все наверное понятно согласимся да на рекламку мужскую рекламу сходим на рекламу прям идем такие все там а и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok